Это новенькая котельная, оснащенная современным тепломеханическим оборудованием, уже готова к работе. На следующей неделе подрядчик передаст объект под ключ. А еще недавно здесь, на Змеиногорском тракте, была паровая котельная, которая уже отработала свой ресурс. Паровая котельная, она несколько сложна в обслуживании, считается к разряду опасных производственных объектов. Поэтому, в связи с тем, что пар не нужен, было принято решение заменить паровые котлы на водогрейные. Что и было выполнено, сейчас в настоящее время здесь три водогрейных котла, два больших, один малый. Вот одного большого котла достаточно для того, чтобы отапливать поселок в сегодняшних низких температурах. Котельная позволяет обслуживать несколько тысяч жителей и социальные объекты. Кроме того, все оборудование автоматизировано и включает в себя запас мощности, что позволит подключать новых потребителей. Заметим, это обновление не единственное для города. Так, в этом году сибирская генерирующая компания провела реконструкцию еще двух котельных с переводом одной на газ. И построила четыре новых газовых взамен устаревших угольных. Итого, минус пять угольных котельных в Барнауле плюс к экологии. По экологии достаточно серьезное идет сокращение выбросов в атмосферу. Вот с 2020 года по сегодняшний день у нас были выбросы, составляли 1400 тонн. Вот в этом году мы водом котельных газовых сократим на 300, и у нас остается 700 тонн. То есть, практически вот за это время мы сократили в два раза выбросы в атмосферу. Ну и с вводом новых котельных эта динамика будет, конечно же, уходить вниз. Кстати, нагрузка на почву за счет исключения образования зала шлаковых отходов тоже снизится. На реконструкцию и строительство этих котельных затратили более 260 миллионов рублей. В планах на следующий год заменить еще две угольные котельные на газовые во Власихе и на Аванесово-103, а также обновить сети. План модернизации рассчитан до 2026 года. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.